всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука 26 апреля прохладненько у нас я специально пришла сюда вот в то место где у меня собирают мужики теплицу мушесом и пока они не вышли не продолжили работу я хочу сейчас отметить несколько таких как бы отличий от тех теплиц которые у меня были просто у меня очень многие по многочисленным просьбам своих зрителей сказали что показывайте подробнее все мелочи потому что когда люди заказывают теплицы мы обычно об этом не думаем не задумываемся и когда встает выбор что заказать какие опции какие дополнительные функции мы иногда теряемся и забываем о важных мелочах скажу так я это конечно не заказывала но она вероятно идет в комплекте и вот такое небольшое отличие с теми теплицами которые у меня были до этого мы вот эти края поликарбоната срезы всегда заклеивали скотчем и мне все говорили что мы заклеиваем скотчем вот и внизу также сейчас скажу вот внизу также мы заклеиваем скотчем чтобы туда не попадала пыль чтобы он долго оставался прозрачным здесь уже в комплекте вот такая какая-то пленочка липучая ну вероятно не знаю это наверно что-то профессиональное вот эта пленочка липучая она специально чтобы заклеивать вот эти вот срезы так и по краям расскажу вам еще подождите и вот эти вот там где нет срезов и там где не обязательно заклеивать вот этой пленочкой мы просто раньше как раз в стык один к другому при плотно прислоняли все тут еще идут вот такие вот облицовочные сейчас покажу ну вот эти которые вот эти все швы то есть закрывают вот так вот в готовом виде наверное будет красиво еще одна отличительная особенность раньше мы когда теплицу покупали мы сами покупали вот эти все как они называются именно добора но короче всю эту мелочь и у нас всегда были они горенькие тут они тоже покрыты покрытием что вероятно на много лет предохранит их вот от все кого от этого от коррозии металла от всего еще я сразу извиняюсь за бардак тут же они работают просто я не буду же я убираться здесь для того чтобы сидеть видео вы понимаете и еще я уже сегодня говорила упоминала что здесь очень много элементов для усиления каркаса когда они лежали в куче запакованные я не обращала на это внимание там не видно было но сейчас я обратила внимание что здесь сваркой прям вот так вот приварить намертво вот эти вот угловые не знаю как уголки у косинки как их называть не знаю вот эти приварены потом вот этот и вот этот вот вот эта конструкция она тоже весь этот крышу усиливает ясно что вот эти части они не дают как сломаться наверное у меня же раньше была просто арка и поэтому она обрушивалась еще одна мелочь которую я заметила что все крепления тоже обработаны покрыты антикоррозийным покрытием это значит тоже они будут не восприимчивы не восприимчивы к сырости короче не будут гнить потому что в теплице вы знаете вот это все металлические конечно ржавеют очень отличается вот это вот стойки которые несущие я уже показывала смотрите какая толстая вот эта стойка я даже не могу рукой обхватить короче вот эти самые главные на чем все держится 4 на 4 таких ну как таких сильно вот таких вот больших редко когда в теплице встретишь но так как у меня она усиленный вариант от этого конечно и цена немножко поднимается но вот эти 4 на 4 и очень такая ну как основательно вот эта конструкция вот она и вот эти стойки они придают такую монументальность прям видно что конечно вот эти прогоны они уже тоньше но на них нет нагрузки они чисто для крепления а вот эти именно на который будет ложиться вся нагрузка и вот эти вот все они 4 на 4 размер так и про дверь еще одна особенность которая отличается от моих предыдущих теплиц если в предыдущих теплицах у меня была форточка дверях простая то здесь двери распашные сейчас отойду чтобы вам видно было и они разделены ровно на две половины то есть мы можем открыть всю дверь настиж закрепить там крючки есть а можем открыть пол двери вот пол двери открываем хорошее проветривание ну и конечно к этому если добавить что тут вот эти вот стеновые форточки тоже можно открыть зафиксировать там на крючочке и то что вот здесь на самой самой крыши будут еще в коньке форточки для того чтобы вот лишний жар который он уже обычно вверху собирается скапливается самый жаркий он будет туда уходить через эти дырочки вот теплица еще не собрано но я уже много вот таких вот преимуществ вижу отличий от тех которые раньше у меня были теплицы сейчас покажу вам будут валяются остатки моей теплицы я теперь смотрю на эту убогость которая стояла у меня здесь какие-то хлипкие дверцы такие вот видите все скотчах может тоже старались сделать как надо мы когда собирали все эти срезы все скотчами залепляли все это старались сделать основательно но наверное все таки если конструкция уже не предназначена для многолетнего основательного такого использования наверное из нее уже конфетку не сделаешь вот это я делаю вот этот такой предварительный репортаж конечно я еще ее не использовала я в ней ничего еще не делала и мое мнение может сложиться о ней только после одного или двух сезонов использования вот это видео я просто показываю вам какие отличия какие преимущества я вижу на этапе сборки я же хожу все внимательно смотрю я все подмечаю уже вот это мне нравится что именно позаботились о нас что покрыты все антикоррозийным покрытием все вот эти крепления что вот это вот усиленная конструкция что вот это вот это и все эти преимущества я думаю будут работать потом на меня найдет и че там кушаешь у надюши вид а витаминоз все до свидания а витаминоз вот я хотела уже выложить это видео которое с отличиями то и тут прочитала комментарии одна зрительница написала а зачем такая высокая 280 наверное специально делают ну чем выше тем она дороже будет я не думаю что это объяснение имеет под собой какую-то основу мне кажется что инженеры которые задумывают придумывают новые такие модели как этих теплиц они не будут высоту делать только ради того чтобы повысить цену ведь у каждого параметра но любого изделия будь то теплица будь то другое что-то у каждого параметра должна быть функциональная какая-то нагрузка для чего-то же это придумано я не знаю для чего это придумывали но у меня есть такое объяснение когда я выбирала теплицу домиком я выбирала ее именно из-за того что у нее вот этот скат который позволяет снегу сходить и я так думаю что если бы она была ниже то скат не был бы вот таким крутым он был бы вот так пологим и снег бы сам не сходил вот мое объяснение мы точно так же вот с таким же крутым коньком делали крышу дома смотрите вот только для того чтобы не чистить никогда снег наши соседи залазят каждую весну на крышу и оттуда принудительно скидывают снег а у нас вот этот вот сильно большой наклон крыши сделан только для того для как для схода снега самостоятельного схода снега я думаю что вот этот вот высокий конек и вот это завышенная высота сделано специально для того чтобы снегу было трудно там задерживаться только нам какой-то слой снега упадет если чуть-чуть теплый например денек он хоп и сойдет у нас всю зиму с крыши сваливается вот такой лавинами небольшими снег и вот мое объяснение такое я думаю что если бы мы спросили у инженера который придумал все это то он бы подтвердил мою мысль потому что вот с таким именно острым коньком не будет никаких проблем с задержкой снега еще мне подсказали если оставить на зиму там обогреватель ну и как-то протянуть провод или что не знаю если вы увидите что там большой слой достаточно включить обогреватель на какое-то короткое время чтобы чтобы там чуть-чуть потеплело и он сразу и съедет вот это тоже интересный способ можно попробовать но я думаю что зимой в солнечную погоду там и так очень будет тепло и он будет скатываться как с горочки но теперь вот действительно до свидания у нас видите уже теперь и дверь обшита и вот эти новые ой не новые эти фирменные вот эти тоже окрашенные каким-то полимерным покрытием вот эти как блямбочки пуговки эти так красиво смотрятся я каждый день смотрю и любуюсь проходит третий день четвертый сегодня 5 день но я их не тороплю спешка в этом деле не нужна пусть они зато все делают тщательно качественно пусть хоть 10 дней собирают я подожду